Чтобы убрать незаконный рекламный щит, нужно как следует подготовиться. Открутить основание, подцепить металлическую конструкцию крюком. Когда все готово, железную махину осторожно опускают на землю. Затем рабочие демонтируют бетонное основание, чтобы конструкцию нельзя было вернуть на место. Образовавшуюся яму потом засыпят землей. На демонтаж одного рекламного щита требуется минимум час. У нас в смене 4-5 человек, работаем от 8 до 12 часов. Начинаем рано, чтобы не мешать движению транспорта. Мы выставляем знаки, соблюдаем, пытаемся минимум с ущербами нести окружающим и сделать как можно больше пользы. Щит не трогают только в том случае, если на нем есть вот такая табличка. Это значит, конструкция законная. Всего в городе около 300 нелегальных рекламных щитов, преимущественно в промышленном Кировском железнодорожном районах. С начала года демонтировали около 70. В ближайшие дни уберут еще 20. Несмотря на фундаментальный внешний вид рекламной щиты, конструкция ненадежная и представляет угрозу для жизни и здоровья горожан. Это фундаментная подушка. На ней крепится рекламная конструкция. Данная подушка переделанная. Здесь делали шпильки. Вот они вот так вот вырываются. То есть при большом порыве ветра она может упасть на любого гражданина на автомобиль. Незаконная конструкция – это достаточно шаткая сама по себе и опасная для наших граждан, для общественности. И мы сделали акцент прежде всего на те конструкции, которые стоят рядом с тротуарами, с пешеходными зонами, с проезжей частью, чтобы безопасность прежде всего была для людей. Недавно в Самаре вывели на чистую воду недобросовестного подрядчика, который должен был хранить на складе с внесенной рекламной конструкции. А в итоге есть подозрение – нелегально устанавливал их обратно. Исчезли более десятка щитов. Контракт с недобросовестной фирмой разорвали. А по поводу пропавших со склада и вернувшихся на улицы Самары рекламных щитов глава города Олег Фурсов обратился в полицию. Сейчас незаконные носители рекламы отвозят храниться на муниципальную базу. Здесь они должны находиться месяц. Затем обязательная утилизация. Их сдают на металлолом. За установку нелегального счета физических лиц штрафуют на 5000 рублей, юридических на 500 тысяч. Лариса Шалафа, Сталина Чемерец, Константин Головин. События.